Привет, дорогой друг, заходящий на видео. С тобой, как всегда, дядюшка Розе. И я тебе расскажу сегодня про посохи, потому что вы засыпали мне просто личку. Какой мне посох выбрать? Их, ну, как бы не очень много, но в каком-то посохе больше уронов. То ты там скачешь, то 5, то 10% вроде. Разница небольшая, но ценник очень разнится. Если мы сейчас посмотрим, к примеру, посох Королевы Стокката и посох Духа в одну цену. Все задают вопрос, что лучше, ветка или лебулит, посох Духа. Если мы зайдем в Дискорд, нажмем, интересная информация, тут куча разной информации интересной для Ла-2Мщика, для погружения в игру. Есть вот такая вот табличка. От зеленого до красного посоха. Квелл посох, я думаю, вы уже поймете, какой брать там их выбор. Так, а тут вот видим три фаворита. Это ветка, посох Духа и Кровавый Небулит. Из-за того, что магов апнули и сейчас можно сменить класс в мага, то все не знают, какой посох лучше выбрать. Я тут отметил, это вы не смотрите, что типа вот вы по зелененьким посмотрели. Ветка круче, да? Это я просто отметил самые высокие показатели, чтобы удобнее было сравнивать. Если по точности Кровавый Небулит и посох Духа одинаковый, я это не отмечал. Разница в 5%, тут разница целых 7 урона, доп урон крит атаки. Шанс аномального состояния, но я не знаю, как это с монстрами работает. Все бури сделали в одну как бы, ну скилл буря у мага есть такой скилл. Его сделали в один скилл. Он теперь кидает и налаживает дебаф на 5 врагов. Апнули хорошо, сделали по 5 целям, плюс накладывает дебаф. Очень круто. Только как этот дебаф действует именно на мобов? Ну там есть как бы дебаф, он там вроде бы сопротивление к ветру снижает у мобов. Типа урон как бы вы должны выше наносить. И шанс аномального состояния по мобам важен, не знаю. Никогда не задумывался. Если в пвп это важно, да, в контроле держать врага, то в пве как бы не очень важно. И шанс удержания. Аос работает от шанса удержания. Почему я выбрал Кровавый Небулит? Во-первых, это топ Аденовский посох, который можно при смене класса в конструкторе за алмазы поменять на любую топовую пушку героическую. Когда посох духа и ветку вы не поменяете. Плюс, чем Кровавый Небулит очень крут. То, что у него есть скилл падения Небулита. Неточный Небулит 1% стал 8% прохождения. Ну, примерно, если так подумать, этот скилл срабатывает каждые 8 секунд. Что есть хорошо, когда вы бьете в точку. То бишь там Назарыча, это доп урон. Какой? Никакой, но доп урон. Очень круто. Многие спрашивают, что лучше, посох духа или ветерево жизни. Потому что цена практически одинаковая, но ветерево немножко дороже. Небулит у нас космос, там в районе 5000. У ветки, если бы у ветки был бы эффект пробития, нужен для некоторых локаций. Типа Моря Спор. Тут есть такие големы, у которых Сопротивление, Дальний Бой и Магия. И эффект пробития дает наносить больше урона этим мобам. И они быстрее будут падать. Вот если брать вот эти локации. Плюс Назарыча, то же самое. Как бы Зарыч босс. И эффект пробития, вы больше урона Зарычу наносите. Хоть тут ничего не указано. Если мы нажмем, мы не можем узнать никакой информации о Зарыче. Только вот время там Респа. Когда там последний раз рессался и т.д. Но я думаю, у Зарыча тоже есть вот этот Дальний Бой. И Магия, Защиты. То эффект пробития тоже очень хорошо роляет. Если вы тупо ПВЕшник, я вам рекомендую Посох Духа. Это по-любому. Потому что Посох Духа, он, если брать с Кровавым Небулитом, если стоять на локации какой-то, вы разницы не почувствуете в фарме вообще никакой. Если вы не ходите там на Зарыче и фармите споты, Посох Духа это самый лучший выбор для вас. Крабить в АФК, фармить синьку, продавать, РМТшить, Посох Духа. Гадалки не ходи, берите. Многие спрашивают за Посох Королевы Стакката, что типа у него есть восстановление МП, но это не так важно. Интеллекта плюс 3. Что-то как интеллект, можно сказать, дает МАХ урон, точность, МАХ крит атака, сопротивление урона от умений. Как бы один примерно там, я не знаю, 0.75 как-то в этом плане. Потому что, когда мы апаем интеллект, с одним интеллектом повышается МАХ урон, еще там кинем один интеллект, повышается МАХ точность. Очень интересно. Там как-то один интеллект 0.75 где-то накидывает, 0.60, я не скажу точно. Раскидывается очередно. Если вы выберете Королеву Стаккат, ну 3 интеллекта, вам даст там 1 урон и МАХ точность плюс 1. Восстановление МП. На данный момент, вот раньше не было вот таких свитков интересных. Один свиток мотив Евы, другой волна Евы. Это если у вас не хватает МП, вы можете вставить, начиная с героического класса, при успешной атаке восстанавливает МП. Очень крутой свиток. Не хватает МП, вставляйте вот этот свиток. Если у вас нет скила Шквальный Удар, который восстанавливает МП и его апнули, теперь он их МП восстанавливает. Если у вас будет Шквальный Удар, вам, ну, ММП, наверное, нуждаться не будете. Там самообичевание на двоечку или на троечку даже, в зависимости от плотности мобов. Посох Королевы Стаккат на данный момент это не актуальный посох совсем, потому что есть эти свитки, которые можно вставить в тот же посох Духа. И он станет круче Королевы Стаккат в три раза. Хоть он проигрывает по урону, по точности видим, ну, за счет интеллекта тут получается 10 точностей, на 2 точности выше. Но у него посоха Духа круче урон умений на 10%. Что есть хорошо, и он накладывает аномальное состояние, и есть вот этот эффект пробития, который нужен против боссов и некоторых мобов. Вот, посох Духа это АФК. Гадалки, не ходи, посох Духа, только посох Духа. После посоха Духа, наверное, Королевы Стаккат, а потом Кристал Дэймон. И то, у Кристалла Дэймона есть офигенный секрет, это как, к примеру, посох Злых Духа в Синий Посох, Мифрил. У некоторых демонов, нежити, есть слабость к этому металлу, то бишь, Кристал Дэймон будет наносить больше урона по этим монстрам. Если вы стоите в какой-то локации, давайте посмотрим. К примеру, возьмем, вот видим, Мифрил, вот скелет Воин, по нежити, Орехорукон, Мифрил, Серебро. Наносить больше урона за счет металла Орехорукон. Если брать посох Духа, то урон от умений точности меньше, что есть очень плохо. Каждая локация требует свой пул точности. Вот, к примеру, там, кладбище требует пул точности 210. Это я уже проверил, я точно знаю. Там, к примеру, Мориспор требует точности 140-150, я не скажу точно. Драгонвалы, когда вы начинаете играть, ну тут 70 точностей, и вы себя нормально чувствуете. Вот, Лес, Зеркал, где-то 160 точности нужно, к примеру. То бишь, точность, очень важный стат. Почему я выбрал Небулит? Потому что это самый крутой вариант для меня, это что я очень много зарычей посещаю. У него есть эффект пробития, плюс падение Небулита. Конечно, он на 5% проигрывает посох у Духа. По урону Небулит немножко больше. Ну и шанс удержания для ПВП в катах, там, когда такой же соперник, как и я, попадается. Очень круто. Ведь дерево жизни, если брать, локации без пробития, башня дерзости, я с веткой стоял. У меня просто была ветка и посох королевы стакад. На зарычах я использовал посох королевы стакад, а башня дерзости стоял с веткой. И как бы профит немножко был лучше. Ну, небольшой, но был. Ветка это ПВП посох и ПВЕ посох локации без пробития и где не нужна точность. Посох Духа. Это посох для АФК фарма, для твеночков очень крутой посох. Кровавый Небулит, полу-ПВП, полу-ПВЕ, сбалансированный топовый аденовский посох, который можно поменять на любую топовую пушку соответствующего класса. Ну, то бишь, только Кровавый Небулит можно сменить на топовую пушку героическую, аденовскую. Посох королевы стакад за неимение ничего очень хорошо. Кристал Дэймон, Орехорукон, но тут по точности печаль. Вот, я не знаю, как сказать. ПВЕ посох, самый лов ПВЕ посох. Из-за того, что есть и тут абсолютное восстановление МП, королевы стакад можно и задуматься. Кристал Дэймон, он против нежити, да? Посох королевы стакад хорош тем, что у него там на 5% больше умений, там интеллект, да? По точности он лучше, немножко статами лучше. То выбор за тобой, можешь сам зайти в Дискорд и посмотреть посохи, сравнить и подумать, какое тебе круче. Я тут подописывал особенности. Есть доп скилл, божественная мощь. Ничего себе посоха Архангела. Подописывал, ну все как бы ясненько. Урон, точность крит атака, двойной урон, все ясно. Можешь сам посмотреть и подумать, там, повыбирать. Я рекомендую посох духа для ПВЕ фарма. Если ПВП, то ветка. К примеру, там, ну я не знаю, как сейчас, ну, не буллит, очень крут, ПВП в бигсайде, очень круто. Вы фармите каких-то боссов, ну, ПВП, он такой, ПВП, ПВЕ, посох, ну, сбалансированный, очень крутой. То бишь, кровавый не буллит. Ну, сейчас уже, наверное, все с фиолами ходят, я не знаю. Ладно, с тобой твой друг был Розе. Всем до новых встреч. Всем пока.